привет друзья вот я вам прямо скажу чтобы вы по этому поводу не думали но все проблемы в основном от невежества вот смотрите интересные вещи мы говорим знания сила знания сила вот на чем основана культура что происходит в религиях и так далее вот например скромность скромность но мы внушаем с детства детям что вот надо быть скромным там и так далее но он ребенок не понимает но берет это на автомат ну допустим в религиях там внушается скромность там да ну понятно ну вот пример такой о невежестве какой путь лучше с прояснением в сознании когда человек понимает что это такое и когда он просто как говорится не сын божий а раб божий ну вот смотрите ко мне два человека буквально месяц назад и один из них мне убеждает что лучше него поскольку он разбирается в этом и так далее и так далее никто там не сможет что-то объяснить там кому-то и как-то выпустите меня там на видео я тут такое объясню там другой сидит скромный но я вижу что тот который скромный но так чувствую что не потому что он скромный вопрос воспитанный а не потому что он сознает смысл этой скромности нет и вот тогда я взял сделал эксперимент я вот этого который вот считал что он лучше всех сможет это сделать и он очень был в таком горении нетерпение почему ему не дал выход в эфир я же это лучше сделаю чем кто-либо он сказал мне чем кто-либо но я-то не знаю либо они общаются с миллионов людей как я либо что или он общается с миллионов людей но все равно не слышит и не видит что они говорят то есть остается в этом невежестве то есть вот смотрите что я сделал я его специально познакомил с тремя ну такими орлами которые но супер-супер-супер который давно работает в этой области и вот он посмотрел на них послушал как они разговаривают и действительно понял понял что оказывается он не самый лучший среди всех он вдруг увидел увидел она уже я говорю в ведении но что значит в оба мне же невежественны да я помог ему открыть глаза и он стал более-менее просветленный но так условно говоря я привлекаю такие слова для объяснения что понятно было так вот можно стать скромным благодаря тому что ты себя сдерживаешь и ты воспитан таким или потому что ты в религии научит быть скромным или просто быть сознание осмысление понимание когда глаза у тебя открыты ты увидел как на самом деле не обстоит видите какие разные вещи я вам хочу следующий раз сказать о такой интересной вещи что такое максимальное погружение и сосредоточенность потому что это же состояние происходит удивительное состояние например когда ты бежишь 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 у тебя уже сил нету от тебя до финишной ленты еще надо добежать все силы прикладываешь все силы там у тебя и ум и сердце и дух твой там все соединяется в едином действие и тоже ни о чем другом не думаешь потому что надо добежать и вот эта целостность целостность мысли эмоции и движения телесных вот эта вся целостность организовалась в этом направлении как говорили стрела летящая метка в цель воедино с ней образовалась и потом раз преодолели вот этот момент точки внутренней максимальной сосредоточенности согласованности а потом легкость пошла такая легкости бежишь у тебя как говорится 2 дыхание но это не только прибеги бывает и даже без физической нагрузки бывает и это хочу сказать что именно это состояние максимальной сосредоточенности по-другому называется погруженности например когда ты читаешь книжку ты же там не бежишь а ты читаешь ты погрузился еще забыл обо всем забыл и ты в той реальности одни и те же явления везде называется по-разному а я для того чтобы осознавать эти делать эти аналогии чтобы у вас пазлы складывались я вам сегодня расскажу что такое хипноз и причем тут максимальная фиксация внимания ну ждите этот ролик он скоро будет а сейчас я буду говорить еще с одним человеком интересным таким который позвонил мне говорит да мы хотим подключиться к развитию школы но давай давай молодцы 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 чем больше хороших людей объединяется тем человечный мир а значит лучше